Президент Путин недавно, это очень важно, на мой взгляд, с точки зрения политики, подвергался критике со стороны правых в лице отдельных российских лидеров за недостаточную агрессивность, за то, что еще не покончил с Украиной. Может ли он быть более агрессивен? Может ли он покончить, имея в виду Путин, с Украиной? Что ж, эта агрессивность, о которой вы говорите, она никогда не ставилась целью, все предполагалось иначе с самого начала. Но с этим покончено, и теперь они рассматривают Украину как театр военных действий. Я имею в виду вопросы, которые задавали русские 6 месяцев назад, почему на Днепре все мосты еще целы? Именно. Почему мы до сих пор не уничтожили железные дороги и прочие линии передвижений? Почему мы до сих пор не уничтожили их энергосистему, линии электропередачи и так далее? Они считали, что с этого нужно было начинать, но вспомните. Тогда Путин сказал, я не хочу так делать, я не хочу убивать украинцев, и он относился к происходящему, и это важно. Словом, они относились к Украине как к братской славянской стране. То есть мы, русские, совсем не хотим этой войны. Но все, это закончилось. Но теперь условия изменились. Это война, и предстоящее наступление, скорее наступление, я не знаю, когда они начнутся. Через 2, 4, 6, 8 недель, но когда они начнутся? После того, как земля замерзнет и хорошенько замерзнет. Вы увидите, как Украина превратилась в театр военных действий, и русские силы пойдут в наступление так, как этого ждали в феврале. Вероятность достижения России, ее стратегических целей по захвату и разгрому Украины, вероятность такого исхода близка к нулю. Прежде всего, он говорит о том, что они никогда не достигнут цели по захвату Украины. Это никогда не было их целью. У русских не было планов по захвату Украины, особенно Западной Украины, которая исторически украинская. Она никогда не была русской. Они не хотят туда идти, хотя, к сожалению, это им потребуется. С целью разгрома украинских вооруженных сил и уничтожения киевского режима. Вот что произойдет. Но почему он решительно от этого отмахивается? Я думаю, потому что он знает, что он допустил ошибку. Потому что он проболтался в разговоре с Нью-Йорк Таймс, потому что, когда он сказал, «Они добились чего могли, и теперь нам нужны переговоры», это ясный и недвусмысленный признак, что он знает, чего ждать. Он знает, что русские все снесут, как кувалдой. И он совсем не хочет попасть под эту кувалду. И он не хочет быть вовлеченным во все это, потому что он знает, мы в этих условиях воевать не можем. Редактор субтитров А.Семкин